Когда мы отрезвеем От будущего дня Дай Бог нам хоть на миг остановиться Дай Бог нам одуреть от беготни Чтоб разглядеть вокруг родные лица И чтоб понять, как дороги они Верни нам, Боже, раненую память Верни способности искренне любить И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть, мы голоса давно не слышим в стонах А правду топим в собственной вине Забыв о том, что лики на иконах Не пишут на обратной стороне Верни нам, Боже, раненую память Верни способность искренне любить И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть И жизнь уже не разменется с нами И мы вернемся к храму Может быть Телефон! Что? Выключите! Выключите телефон Санитары! Выключите его! Ну, подожди Выключите телефон! Какой телефон? Что такое? Прошу! Пой, замочи! Пой, замочи! Выключите телефон! Пой, замочи! Нина! 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 Ну, вот я приехал К телефону не подходишь Дверь нараспашку Нина! 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 Нет! В Cultural! Нет! Нина! Нет! Нина! Нина! Мó进 sal todos... Куда ты прешь, оглашенный? За схема хамели! Сейчас берем твою вызову! Коней. А что случилось? Убили, что ли, кого-нибудь? Коней, я сказал! Да ладно, ладно. Давай, ненчураж. Белый Мерседес. Черт, ну почему она всю жизнь мне приносит одни неприятности? Да что случилось-то, Валик Дмитриевич? Вот только ты сейчас не лезь! Вот тебя сейчас не хватает! Понял, понял. Алло, Игорь. Кажется, я натворил глупостей. Валер, мне наплевать, что там у тебя стряслось. Ты должен быть немедленно здесь. Да, хоть потоп, хоть землетрясение. Даже если ты человека убил. Послушай меня! Я к ней пришел, а у нее с груди нож торчит. Кому ты? Что ты несешь? У кого нож? Кому ты пришел? К Нине! К Нине пришел! А она убита! Что? Что теперь? В милицию? Не знаю. Валер, давай успокоимся. Пойми одну простую вещь. Эти двое посидят здесь еще минут десять и уйдут. И оставят тебя нищим. Ты меня понял? Ты здесь, Валера? Да. Возьми себя в руки и немедленно приезжай. Хорошо? Хорошо. Еду. Ну, сделаем еще кофе, что ли? Хорошо. 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 Давай. Поворачиваемся. Вот так. Ну вот. Сегодня ляжете спать пораньше, и все будет хорошо. Анечка, посмотрите на меня. Все в порядке? Головка не кружится? Немного. Это нормально. Так, что за телефон вам помешал? Рассказать сможете? Просто мне показалось, что где-то звонит телефон, и мне стало страшно. Почему, Анечка? Это может, что-нибудь из ваших снов? Нет. Я… Я не понимаю. Просто стало страшно, и все. То есть, без всякой причины, да? Угу. А у вас были подобные случаи, когда вам становилось страшно без всякой причины? Нет. Так, как сегодня, никогда. Понятно. Так, у меня сегодня дежурство. Любое отклонение, заявите меня. Все ясно? Хорошо. Давай отдыхай. Спи. Ну что, Кудрявцева, пойдем в постельку? Компенсирую, компенсирую. Плакали мои денежки. Прошу прощения, я на минуту. Ну, наконец-то. Что происходит-то? Ты же меня без ножа режешь. С ножом страшнее, поверь мне. Поверю. Сейчас главное контракт подписать. Его ждут. Чиновники с госзаказом, а он… Ну, ждут, подождут. Что подождут? От этого зависит твое финансовое благополучие, между прочим. А твое? И мою. А мы что, не вместе? Вместе? Ну, я тебе клятву верности не давал. Я не знаю, что там у тебя произошло, но передумать я тебе не дам. Это будет катастрофа. Не пугай, пуганный. Леночка, кофе нам всем. Так я уже… Они скоро этим кофе обливаться начнут. Ну, тогда мне одному. Хорошо. Господа, я прошу прощения. Вы не представляете себе, как мне неловко. Какой-то сплошной форс-мажор. Но сейчас, я надеюсь, у вас все нормально? Конечно. Присаживайтесь. Кофе? Ну, что скажешь? Убита одним ударом. Судя по всему, она не сопротивлялась. Точное время смерти сможешь сказать? Ну, что-то около трех часов назад. Точнее, сам понимаешь, после вскрытия. Ну, это понятно. Ну, что, соседи, нарыл что-нибудь? Счастливо. Пока. Конечно, нарыл. Около двух часов назад из подъезда выбежал мужик представительного вида. Лет сорока-сорока пяти. Бежал так, будто за ним гнались сто чертей. Какие сознательные граждане эти соседи? Фоторобот помогут составить? Обещали. Но у нас еще кое-что есть. Что? По словам гражданки Зигаревой Елены Юрьевны, этот представительный мужчина прыгнул на заднее сиденье красивого автомобиля марки Мерседес С-класса. И рванул с места так, будто участвовал в Формуле-1. Не поверишь, Елена Юрьевна очень хорошо разбирается в автомобилях. Да ладно, и что, номера запомнила? Как раз на номера-то. Она первым делом и обратила внимание, ну, чтоб засудить, если вдруг гематома какая-нибудь откроется. А-8-8-7-А-А, 97-й регион. А номера пробили? Слушай, может, тебе еще и убивца на место доставят? Ну, пока ты тут лясы точишь. Ну, вообще-то было бы неплохо. А так, что сказать, по-моему, дело спорится. Угу, жарко сегодня. Ну, что, может, по пиву? А вот на пиво время у нас всегда найдется. Хорошая мысль. Валерий Дмитриевич, надеюсь, вы понимаете, какую ответственность на себя берете? Разумеется, Гарри Азарович. Я уж не говорю о том, какая это честь. Издавать учебники для подрастающего поколения. Конечно, конечно. Ну, и разумеется, выгода от этого государственного заказа очевидна нам всем. Да, мы даже не стали устраивать тендер, поскольку нам, ну, очевидно, преимущество именно вашего издательства по сравнению с другими. За что вам отдельная благодарность, Фархад Идрисович? Ну, благодарность, как вы понимаете, вещь условная. Прекрасно понимаю, Гарри Азарович, но в наших руках многие условные вещи превращаются в условные единицы. А знаете, я был уверен, что с вами приятно будет иметь дело. Как и нам с вами. Ну, что ж, я думаю, самое главное, мы все уже обсудили о детали с Фархадом Идрисовичем. Да, завтра, во второй половине дня, мы вышлем вам проект договора. Отлично, отлично. Ну что, всех благ. Благодарю, благодарю, благодарю. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ты не слышишь, что я тебе говорю? Нину убили. Хорошо, давай успокоимся. Остановим события. Ты в больнике звонишь мне, говоришь, что случилось что-то страшное. Я, естественно, тебя не слушаю, потому что готовлю крупную сделку. Ты едешь сюда, приводишь мозги в порядок. А теперь успокоишься, скажи мне, старик, вот что. Это ведь не ты ее? Потому что, если это ты... Ты уволен. В смысле? Ты только что обвинял меня в убийстве. Я не обвиняю, я спрашиваю. Ты настолько меня не знаешь, что можешь предположить, что я могу убить человека. Я думал, тебе это в голову не придет. Все, ты уволен. Катись отсюда. Хорошо, давай сначала. Спасибо, что согласились со мной встретиться, Лидия Анатольевна. Не за что. Эта встреча весьма кстати. Даже так? Немного шампанского. Кофе, если можно. Кофе, пожалуйста. Лидия Анатольевна, а почему вы считаете, что наша встреча кстати? Не валяйте дурака, Эдуард. Вчерашняя встреча чуть не вывела меня из себя. Как вы оказались у Колесниковых? Вы знаете, я с трудом сдерживала себя, чтобы не попросить хозяев спустить вас с лестницы. Когда же вы наконец поймете, Лидия, что со мной лучше дружить, а не враждовать? Ну, я бы предпочла вас не знать совсем. Что вам от меня нужно? Иконка. У него? Какая иконка? Иконка Багарне. Иконка. 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 Вот вы где, Максимилиан. Я с ног сбилась. Скоро мы с вами должны выходить к гостям. Что это у вас? Не тушь па, дон ла муа. Не трогай. Отдай. Ваш отец будет очень недоволен, если узнает, что вы без спроса трогали его вещи на столе. Я сказала, отдай. Максимилиан, как вы себя ведете? Если у вас день рождения, это не значит, что вы можете вести себя как простолюдин. Сюзанна. Ваше высочество. Ваше высочество. Ваше высочество. Оставьте нас. Да, ваше высочество. Нравится? Да. Что это? Это русская иконка. Мне подарил ее один монах. Русский. Он придет ко мне на день рождения. Он умер. Четыреста лет назад. Даже больше. Он был хорошим человеком? Да. А где вы с ним познакомились? В России. В России? В России? Это где живут медведи? Медведи там тоже живут. А еще там живут удивительные люди. Сильные, смелые и великодушные. Как ты? Да, как я. И как ты? Я тоже сильный? Конечно. У тебя опять болит голова? Да, сынок. А можно мне туда поехать? В Россию? Я не сомневаюсь, что ты там окажешься. Если захочешь, конечно. Я хочу. Знал я идиотов, сам идиот, но таких, как ты, конечно. Тебя опять уволят? Почему ты милицию не вызвал? Да откуда я знаю? Я вообще только в машине очухался. До ножа, надеюсь, ты не дотрагивался? До ножа нет. Хоть за это спасибо. До телефона дотрагивался. До дверной урочки вон дотрагивался. Какая-то бабка меня видела, наверняка номер машины записала. Молодец. Молодец. А ты знаешь, что в таких случаях свидетелей не оставляют? Не смешно. А что в таких случаях Штирлиц говорил? Это конец. Вот именно. Здрасте. Поехали. Проходите. Менты в издательстве. Как ты думаешь, кого они ищут? Черт, приехали. Ну ладно. Ты куда? Как куда? Сдаваться? Какой сдаваться? Сам говоришь, ты следил везде. Пойдем. Пойдем, пойдем, давай. Сюда, сюда, сюда. Да, на моей же нельзя. Они меня по ней вычислили. Наконец-то. Че, наконец-то? Голову включил, наконец-то. Что это было? Приемная Кудрявцева, здравствуйте. Валерий Дмитриевич вышел. Ему что-нибудь передать? Угу. Здравствуйте, девушка. Валерий Дмитриевич у себя. А вам назначено? Это я не вам. Уголовный розыск. Убойный отдел. А что, кого-то убили? Это я не вам. Где ваш босс, девушка? А он вышел. А вы его в коридоре не встретили? Черт. Черт. Здорово, ну, да. Издание, Тонич, выходил? А я что, обязан всех считать, что ли? Черт, неужели упустили? Пойдем. Так вот, зачем вы приезжали ко мне в Париж. Я говорил и повторяю, Лидия. Я желаю вам только добра. Не трудитесь, Эдуард. Вы же знаете, что бы вы ни говорили, мое отношение к вам не изменится. Лидия, поймите, наше сотрудничество взаимовыгодно. Какое у нас с вами может быть сотрудничество, господин Сашко? Я готов предложить вам очень большие деньги, Лидия. Разумеется, если мы договоримся. Деньги? Вы? Как интересно. Если что, мне о вас известно, так это только то, что вы за пару евро удавите собственную бабушку. Не обязательно меня оскорблять. Вы хотите выслушать мое предложение? Ну, попробуйте. Если вы мне поможете, я готов выплатить вам достаточно крупную сумму. Вы даже сможете рассчитаться с долгами и выкупить свою парижскую квартиру. Значит, вы в курсе всех моих финансовых проблем. Ага. И о какой сумме идет речь? Двести тысяч евро. За иконку багарная. Что-то здесь не так. Если вы уверены, что иконку Кудрявцева, то вам достаточно дать ему пару тысяч, и она ваша. Вряд ли. Ведь вы же уже рассказали ему про нее. Правда? Правда. И из-за этой иконки он убил свою бывшую жену. Что? Да. И это очень осложняет нам жизнь. Если его арестуют, наша задача станет практически невыполнимой. Позвоните ему, убедите встретиться. Пусть либо отдаст, либо скажет, где находится раритет. Двести тысяч очень большие деньги. Это за мой кофе. Я знаю, что вы не позволите мне заплатить за ваш. Честь имею. Что-нибудь еще? А? Нет. Дайте счет, пожалуйста. Ладно тебе дело шьют. И меня откуда понесло? Я-то чего от ментов убегаю? Ты поступил как настоящий друг. Делов-то. Я поступил как настоящий соучастник. Черт. Чего? Ничего. Сколько дают за соучастие в убийстве? Я никого не убивал. Ну, я-то об этом знаю. Осталось ментов в этом убедить. Куда едем? На дачу. К тебе? Нет, блин, к тебе. Чтоб тебя там и повязали. А Ольга чего скажет? А Оля ничего не скажет. Ушла Оля. Куда? За хлебом. К любовнику. Не смешно? Конечно, не смешно. Чего, поссорились, что ли? Нет, влюбилась. Слушай, не трави душу. Извини. В общем, тебя там никто не найдет, это точно. И Ольга туда не придет, это тоже точно. К сожалению. Во всех вы душечка нарядах хороши. Как встреча? Непонятно. Но я надеюсь, что мне удалось ее заинтересовать. Двести тысяч евро заинтересует любого. Проблема в другом. В чем же? Проблема в том, что она знает, во всем, что касается денег, вам нельзя верить на слово. Никому нельзя верить на слово. Тем более, когда речь идет о такой сумме. Есть проблема посерьезнее. Да? Она в него влюбилась. Что? В Кудрявцево? Во что там можно влюбиться? Вам, женщинам, виднее. Но поверьте, это так. С чего вы взяли? Я чувствую. Я эти вещи чувствую. У нее глаза меняются, когда я говорю о нем. Еще бы. Иконку у него вам давать не хочется. Во всяком случае, за даром. Нет. Это не то. Она хочет его защитить. Инстинктивно. Даже, может быть, сама от его не осознавая. Ой, Сашко. По-моему, вы несете ахинею. Вы не верите в любовь? Можно подумать, вы верите. Верю. И знаю, что чужая любовь – большое оружие. Надо только уметь им пользоваться. Иконку у него? Вполне возможно. Но только он этого не знает. То есть? Не забивайте себе голову. Я все сделаю сам. Я собиралась уходить. Попозже. Через часик. Зачем? Такси меня уже ждет. Попозже. Она вышла. И золото злого, и вязкого я вырос, тростинкой шурша. И страстно, и томно, и ласково Запретную жизнью дыша И никну, никем не замеченный Холодный и топкий приют Приветственным шелестом встреченный Три коротких осенних минут Я счастлив, жестокий... Интересно? Да А про что? Про Савино-Сторожевский монастырь Про Савву читаешь? Про преподобного? Откуда вы знаете? Так написано же А иконку-то береги Милый домик, и долго я буду здесь прятаться? Сколько надо, столько и будешь Ты что, меня в плену собираешься держать? Валер, ты действительно не понимаешь или придуриваешься? В смысле? В смысле, нам предлагают такой контракт, за который наши конкуренты нам глотку перегрызут И я бы перегрыз. Если ты его завтра не подпишешь, мы потеряем миллионы А у тебя пиво есть? Перебьешься Гостипоримный 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 Вот. Вы велели привезти. Спасибо, Сюзанна. Вы можете идти. Подойди поближе, Максимилиан. Когда у тебя перестанет болеть голова? Да. Скоро, сынок. Мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь. Максимилиан, скоро ты станешь совсем большой. Дай мне слово, что выполнишь мою просьбу. Я сделаю все, что ты скажешь. Ты помнишь, я тебе рассказывал про русского монаха? Да. Да. Как его зовут? Преподобный Саввова. Что он сделал? Основал монастырь. Где? В России. Точнее, под Москвой. В Звенигороде. Хорошо. Вытри слезы. Сядь. Когда ты станешь совсем большой, ты поедешь в Россию. Придешь в этот монастырь. Тебе покажут, где он покоится. И ты поклонишься ему. И скажешь спасибо за все, что он для нас сделал. Хорошо, папа. Он сказал мне тогда, если ты не станешь грабить монастырь, то вернешься в отечество целым и невредимым. Все, кто был со мной в русском походе, погибли. Мюрат. Мортье. Ней. Жюно сошел с ума. Бертье. Дюрок. Бесьер. Все погибли. Маршалы. Все погибли. А он им тоже говорил? Они его не послушали? Нет. Он сказал только мне. И спас всех нас. Твоих сестер, брата. Нельзя разорять храмы. Будет наказание. Поклонись Савве. Ты понял? Да, папа. Я сделаю все, как ты сказал. Хорошо. Знаешь, как по-русски будет «спасибо»? Нет. Спасибо. Это значит? Спаси тебя Бог. И все-таки, что за нора такая, а? Откуда? Валера, ты даже не представляешь себе, как мы серьезно влипли. Да все я представляю. Я вот сомневаюсь только, правильно ли мы сделали, что сбежали. Ну, какое-то время тебе придется скрываться. Чего я за тобой помчался? Ничего, завтра подпишешь контракт и сдашься. Лично сам отведу. Да что контракт? Если меня предъявят обвинение, контракт аннулируют. А ты можешь дать мне доверенность на ведение дел? Чтоб ты разорил нас обоих? Это единственный выход, Валера. А, сейчас. А, сейчас, извини. Сиди, сиди. Спасибо. Алло. Да, Лидия. Где вы? Что у вас случилось? Секундочку. А вы-то чего так разволновались? Может, это у вас что-то случилось? Мне просто показалось, что с вами произошла какая-то беда. С чего бы? Валерий Дмитриевич, вы можете просто ответить мне, что с вами все в порядке. Ну, не скажу, что это был самый счастливый день в моей жизни. Вы были у нее? У Нины? Был. И? Ну, если без подробностей, иконку я не нашел. А если с подробностями? Лидия, я прошу вас, избавьте меня от подробностей. Это правда, что она мертва? Откуда вам это известно? Значит, правда. Нам нужно увидеться. Нет, сейчас не самое лучшее время. Нет-нет, нам нужно увидеться. Я подъеду, куда вы скажете. Хорошо, только не надо никуда ехать. Я сам к вам приеду. А если полиция? Вряд ли она станет искать меня у вас. Сидите дома, никуда не выходите. Я выезжаю. Да? Хорошо, хорошо. Понял? Вызови меня такси. Я ему перезвоню. Охренел, что ли? Куда ты собрался? Мне надо кое-куда съездить. Давай, я отвезу. Мы, может, не можем ехать на этой машине? Хорошо, если ее не отследили до этого места. Это что, почему? Я никого не убивал. Ну, пошевели мозгами, Игорек. Что? Ну, то, что мы уехали вместе, всем давно известно. А Олег, мой водитель, вообще видел, как бы в эту машину садились. Думаешь, он… А что нам, друг детства, что ли? Его уже и допросили, и раскололи, будь уверен. Черт, это что делать? Я ж тебе говорю, вызови мне такси. Я не могу вызвать тебе такси, потому что сюда уже едет нотариус. Какой еще нотариус? Мне нужна доверенность на ведение дела. Не могу рисковать. Пока ты будешь отмазываться от ментов, все полетит к чертовой матери. Да все и так летит к чертовой матери. Мне нужна доверенность. Получишь свою доверенность. Вызови мне такси. Мне нужны отмечения. Мне нужно повсить. Я их с гар험ом Все кошмары мучают. Иначе Мучают Опять французы. Не только. Бедная ты моя, бедная. Ты, главное, вот что. Когда тебе совсем плохо станет, ты закрой глаза и представь круг. Огненный. Вокруг себя, то есть. В детстве обруч крутила? Угу. И вот все-все плохие мысли исчезнут. Угу. Закрой глаза. Представь. Представила? Угу. Ну что, легче? У-у-у. Ну ты знаешь, это сразу не получается. Старайся. Хорошо? Хорошо. Да, понял, хорошо, принято. Ну что, гайцы на низком старте? Скоро машина объявится, ее возьмут в лучшем виде. Да, только Кудрявцева там уже не будет. Куда он денется? Может, он вообще вон дома сидит и нашел? Ага, с рябочками и ананасами. И пьем. С креветками. Хорошая мысль. Тихо. Что, похоже, зря прокатились? Может быть. А может быть и нет. Что там? Тихо. Что там? Тихо, тихо. Похоже, там кто-то есть. А? А мы уже подъезжаем. Будем через несколько минут. Хорошо. Все готово. Останется только расписаться. Лихо. Заранее готово, что ли? Ой, не смешно. Обыкновенная формальность. У них даже и бланки готовые есть. Надо только внести фамилии, должности и расписаться. Понятно. Ты же знаешь, что у меня есть дочь? А это ты к чему? Стоп-стоп-стоп. А я правильно понимаю, ее там у Нины не было? Не было. И я хочу понять, где она была, когда ее мать убивали. И где она сейчас. Ладно. Подпишем документы и пойдешь даваться. Все равно они тебя вычислят, а вечно прятаться ты не можешь. Потом наймем тебя какому-нибудь падву и будем отмазывать. Спасибо. Но сейчас точно рано. Хочешь найти ее, дочку? Должен. Надо было такси отпустить. Ты же сказал, что это ненадолго. Как получится. Здрасьте. Здравствуйте. Постойте. Мы, кажется, знакомы. Точно. Мы с вами виделись вчера у Колесниковых. А, ну раз никого представлять не надо, может зайдем? Да, конечно. Прошу. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Вообще-то кудрявцев нареканий нет. Ну как без ордера? Если он жало подаст, то начальство тришкур с меня снимет. Сочувствую. Но дверь мы ломать все равно будем. Приступайте. Хорошо. Не надо ломать дверь. Я открываю. Вот на это я и рассчитываю. Быстро назад. Открывай дверь. Выходи с поднятыми руками. Открывай дверь. Открывай дверь. А? Так. Красавец. Сдаюсь. Ну все. Я могу идти? Да. Все в порядке. Ну что ж вы сразу не сказали, что вы такой знаменитый нотариус. Приятно было повидаться. До свидания. Всего доброго. А меня-то с собой не хочешь взять? Да нет. Вызови себе другой такси. Забери свою машину и передвигайся свободно. Ну и вообще, теперь тебе лучше держаться от меня подальше. Интересно. А адвокатов кто тебе будет нанимать? В тюрьму передачи носить? Остроумно. Но я еще побарахтаюсь. Давай. Эдуард Владимирович, я вызову себе такси, но у меня есть к вам разговор. Лидия, ну кажется я освободился. Вы еще ждете меня? Ага, ну тогда я выезжаю. Поехали. Очень хорошо. Мне теперь даже искать вас не надо, мой принц. Сразу знаю, где вас можно найти. Сюзанна, а ты поедешь со мной в Россию? Ну, если вы возьмете с собой, поеду, конечно. Мой принц. Куда мне без вас? Да и вы без меня пропадете. А сейчас время обедать. Я не хочу. Если вы не будете кушать как следует, мой принц, вы будете слабым солдатом и никто вас не будет уважать. Я буду генералом и маршалом, как мой отец. Нет. Вы будете ни на что не годным стариком. Потому что не слушаетесь и не обедаете вовремя. Стариком? Да. Ты меня не любишь. Уходи. Мой принц, я очень вас люблю. И я точно знаю, что вы станете самым храбрым маршалом на свете. А теперь идемте обедать. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Это правда. Я вас очень люблю. И поэтому точно знаю, вы будете уважаемым человеком, храбрым солдатом. И все вас будут любить. Можете мне поверить. Кто любит по-настоящему, тот может видеть будущее. Ты видишь? Конечно. Я же люблю вас. И отец вас любил. Да, отец любил меня. И он сказал, что я поеду в Россию. Кудрявцева, тебя доктор зовет. Пошли. К тебе пришли. Кто пришел? Мама? Нет, не мама. А кто? Увидишь. Предупреждаю сразу, случай странный, редкий. Если бы не овострение, домашний уход был бы вполне возможен. Но, периодически возникающее реактивное состояние больной, не позволяют нам разрешить и оставить клинику. Доктор, можно? Да-да, входите. А вот и Кудрявцева. Ну вот. Прекрасно выглядишь, прекрасно. Ну, посмотри на меня. Глазки. Ясные, хорошие. Ну вот, хорошо. А к тебе пришли. Кто? Вот. Знакомьтесь. Здравствуйте, Анна. Меня зовут Наталья. Нам нужно поговорить с вами об очень важном деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...